С наступлением весны и первых по-настоящему тёплых солнечных мартовских денёчков приходит время всенародного праздника Международного Женского Дня. В преддверии 8 марта на приём к главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены женщины со всего района. Подробности в первом материале выпуска. Приглашение на торжество получили представительницы прекрасного пола, которые нашли себя в самых разных сферах деятельности. Ветераны труда и руководители предприятий, учителя и воспитатели, рабочие инженеры, предприниматели и активные общественницы – все они пришли в районную администрацию на приём в честь Международного Женского Дня. Каждая из них внесла свой вклад в развитие района. И, конечно же, настроение этого предпраздничного мероприятия самое доброе и тёплое. С весенним праздником собравшихся поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Праздник весны, 8 марта, наверное, самый любимый наш праздник. Мы любим наших женщин. И, наверное, прежде всего, чем этот праздник хорош, то, что ту любовь, которую вы нам даёте, нам её никто не даёт. Спасибо вам за то, что вы делаете для нас. Хотелось бы пожелать всем, конечно же, крепкого здоровья, всем, конечно же, мира. Чтобы сбывали все ваши желания, чтобы рядом была всегда сильная рука мужчины, чтобы мужчины вас радовали, дарили вам цветы. За одним столом собрались женщины самых разных возрастов и профессий. Те, кто решает сложные профессиональные управленческие задачи, кто воспитывает детей. Каждая из приглашённых была представлена. Все узнали о профессиональной деятельности, чертах характера и увлечениях в свободное время. О каждой из них можно долго говорить, не жалея самых добрых слов. Наступают те дни, когда мы, мужчины, особенно уделяем вам внимание. Я хочу от всей души поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам каждой вашей семье крепкого здоровья, тепла, уюта. Пусть исполняется ваше желание. Будьте обласками всегда любовью своих родных и близких. С праздником вас! Популярные славянские артисты исполнили для приглашённых прекрасные песни. Все они были о любви и, конечно же, женщинах. Самая красивая моя, нежная и милая моя, чуточку срабдивая, женщина любимая. Затем состоялось награждение, благодарственные письма за добросовестный труд, высокий профессионализм, душевную щедрость и нравственную силу и в честь Международного женского дня и памятные подарки вручены всем приглашённым. Для них было очень приятно стать участницами торжественного приёма. Очень приятно, что не забывают женщин, что вообще в такой обстановке приятной собрали, рассказали о каждой женщине, которую пригласили. Столько много нового узнала, что у нас такие прекрасные женщины есть. В нашем районе, на самом деле, очень много женщин, которые достойны внимания. Потому что, наверное, основу очага составляет женщина, хранительница она его. Потому что детей воспитываем, наверное, больше в части мы, женщины. Потому что мужчины больше заняты бытом и организацией всего-всего-всего, что нас окружает. Поэтому в день 8 марта хочется всем-всем женщинам пожелать семейного очага, прежде всего. Здоровья нашим детям, нашим мужчинам обязательно. Пускай мир царит в наших семьях. Все приглашенные на прием – это пример женственности, доброты, милосердия, трудолюбия. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям в адрес женщин города и района. Пусть прекрасное праздничное настроение ни на минуту не покидает вас. Всего самого наилучшего. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...